В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте. День защитника Отечества в этом году приобрел особенный смысл. Со всех уголков Выборгского района неслись поздравления и слова поддержки тем, кто сейчас на передовой, и слова благодарности тем, кто уже отдал свой воинский долг. 23 февраля объединило сердца патриотов России. Хочется пожелать всем, во-первых, здоровья, чтобы все вернулись домой, чтобы ждали и дождались их близкие. И, конечно, мира в мире и победы на всех фронтах. Церемонии возложения цветов проходили в Выборге одновременно на нескольких мемориалах. В течение всего дня на электронном табло на Ленинградском шоссе демонстрировали детские рисунки на тему «Мой папа-защитник». Торжественный митинг по традиции провели на площади уборских полков. День защитника Отечества объединил здесь военнослужащих, ветеранов вооруженных сил, представителей власти, неравнодушных жителей. В знак уважения тем, кто сегодня выполняет задачи специальной военной операции. Хотелось бы им пожелать, это прежде всего быть воинами, настоящими помнить, что мы с ними вместе победить, возвратиться живыми, знать, что в 41-м году фашизм побежден и в этот раз он тоже будет побежден. От имени руководства Выборгского района участников митинга поздравил глава муниципального образования Дмитрий Никулин. В своем обращении он отметил, что сегодня наши земляки, продолжая славные традиции русского воинства, вместе с боевыми товарищами самоотверженно ведут борьбу с неонацистами на Донбассе. Как отметил в своем послании к федеральному собранию наш президент Владимир Путин, они воюют не с народом Украины, а за мир для наших соотечественников и за будущее нашей Родины. Мы разделяем вместе с нашим президентом его мнение о том, что все эти ребята настоящие герои, новые герои нашего времени. Я уверен, они вдали от родного дома чувствуют нашу общую поддержку. Все мы ждем их с победой на родной Выборгской земле. Слова соболезнования звучали в адрес родных и близких воинов, погибших при исполнении долга. Героев почтили минутой молчания. Благодарственные письма администрации Выборгского района вручили отличившимся военнослужащим. В числе награжденных гвардии майор Дмитрий Могузькин. Выполняя задачи специальной военной операции вместе с боевыми товарищами, он попал в засаду. И пережить тяжелые моменты ему помогло осознание, что за спиной Родина. Защищать народ и отечество. Вот это те слова, которые мне помогли пережить тяжелые моменты и вывести людей из окружения. Отдавая дань уважения павшим воинам, участники митинга возложили венки и цветы к стейле город воинской славы. Вероника Когут, Александр Сорокин, Андрей Неробов, Артем Николаев. Медиагруппа «Наш город». Фасад и кровля многоквартирного жилого дома на улице Сухова-1 в Выборге будут обновлены по программе капитального ремонта. Вопреки распространенной практике, комплекс работ по проектированию и строительству выполнит одна компания. Старые оконные рамы, многочисленные следы протечек. Вид этого подъезда всегда такой, утверждают жильцы. Покраски и побелки стен хватает ненадолго. Обитатели пятиэтажки на Сухова-1 дождались своей очереди. Уже в этом году дом преобразится. Тендер на проведение капремонта выиграла компания «Максистрой». Комплекс работ по проектированию и строительству будет выполнен одним подрядчиком. Практика эта относительно новая. Раньше объектом занимались разные организации, что влекло за собой ряд проблем. Данный комплекс работы удовлетворен тем, что мы сами делаем проект и по нему же в дальнейшем работаем. То есть на моменте обследования мы уже знаем все трещинки, все выколы данного дома и в процессе стройки уже нет никаких подводных камней. Раньше была практика, что, например, в этом году производится проектирование, а на следующий год по этому проекту уже работает другая компания, которая выиграет тендер. Тоже это не очень удобно, потому что, во-первых, за год могут какие-то изменения быть, произойти какая-то коррозия арматуры или бетон, что-то там уже изменится за целый год. А работать приходится по тому проекту. Снаружи дом на Сухова-1 обошьют вентилируемым, утепленным материалом. В качестве облицовки будет использована керамогранитная плитка. Приведут в порядок и межпанельные швы. На старых местами имеются пустоты. Через них в подъезды и квартиры и попадает вода. Изношенные деревянные окна заменят на современные пластиковые. Вдоль фасада сделают отмостку с гидроизоляцией. Освежат и входные группы. Строительная компания обещает подойти к ремонту со всей ответственностью. Нам, как выпуск компании, вдвойне приятно делать дома в своем родном городе. Это не первый наш дом, который мы здесь делаем. Также в прошлом году подобные как раз венфасады мы уже делали в городе Каменогорск, поселок Возрождение, поселки Поляны. В поселке Ленинградской области также делаем. Также здесь отремонтируют кровлю. В проекте предусмотрен временный навес. Это позволит работать в любую погоду и предотвратить протечки. Крышу утеплят, отремонтируют и вентиляционные шахты. Заменят водосточные трубы. Одним словом, дом преобразится. Прямо сейчас этот же подрядчик ведет работы на вокзальной 13. В планах ремонт дома номер 5 на улице Ростовской и двух домов в поселке Бородинское. Татьяна Анкудович, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Не соревнования, а удовольствие. Так говорят о хореографическом фестивале «Не крутите пестрый глобус» юные артисты и их руководители. На сцене Выборгского дворца культуры можно было увидеть танцы разных народов, включая пляски папуасов. Здесь нет соперников. Все участники с интересом наблюдают друг за другом. Кто-то еще волнуется перед выступлением, а кто-то уже успел побывать на сцене. Танцоры коллектива «Сюрприз» свой номер отрабатывали долго и старательно. И не зря. Первое впечатление – с задачей справились. Очень необычный номер. Было тяжело к нему подготовиться, но наша группа смогла это сделать. Мы представляем людей, которые в доисторических. Это было немного тяжеловато, потому что нам приходилось делать те движения, которые более в хореографии необычны. На праздник народного и стилизованного танца в Выборг приехали юные артисты из Санкт-Петербурга, Каменогорска, Светогорска, поселка Рощина. Вышли на сцену и несколько выборгских коллективов. Уровень мастерства и обаяние участников не оставили зрителей равнодушными. К слову, участники не обошли стороной ни славянскую, ни мировую танцевальную культуру. Хореографический коллектив «Огниво» из Каменогорска исполнил национальный ирландский танец, а зажигательные девушки из веснушек – итальянскую тарантеллу. Было не очень-то легко. Мы довольно-таки долго уже репетировали. Мы его танцуем уже не первый раз. Но каждый раз волнуемся, как впервые. Очень-очень красивые наряды. И, конечно же, мне очень нравится танцевать с тамбуринами. Что это такое? Тамбурин – это как бы бубен с такими ленточками. Веселые лошкари из коллектива «Задоринки» заставили зрителей аплодировать, не жалея ладоней. Ну а профессиональные танцоры из Светогорска продемонстрировали зажигательность и красоту традиционного русского танца. Как говорит руководитель коллектива «Темп», совсем скоро студия отметит 25-летие. У меня 20 девочек и два мальчика. Все уже достаточно подготовленные. Все уже очень давно со мной. Выпускница моя уже 12 лет со мной. То есть они со мной выросли. Они у меня с пяти лет. И практически это вторая семья, второй дом. Яркие и талантливые. За мнимой легкостью танца стоит непростой, упорный труд. Но ежедневная совместная работа педагогов и юных артистов дает достойный результат. Татьяна Анкудович, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Самые сильные, ловкие и смелые школьники Выборгского района собрались накануне в школе номер 14. Там состоялся муниципальный этап Всероссийского спортивного фестиваля российского движения детей и молодежи. Для младших прошли веселые старты. Для старшеклассников – эстафета «Игры отважных». Сейчас проходит сила первых. И в соответствии с заявками соревнуются самые сильные мальчики и девочки школы номер 14 и Приморского центра образования. Каждому спортсмену дается одна минута для выполнения силовых упражнений на турнике. Чтобы набрать максимум баллов, нужно выбрать правильную стратегию. Результаты, зафиксированные не только на бумаге, но и на видео, будут направлены на сайт движения детей и молодежи. Самые сильные ребята отправятся соревноваться со сверстниками из других районов. Есть пять этапов фестиваля, да, конечно, но достаточно строгий такой и серьезный отбор, потому что есть школьный этап, есть муниципальный, региональный, окружной этап. В прошлом году нам выпала честь в двух номинациях. Мы представляли нашу Ленинградскую область. Ребята «Игры отважных» мы там принимали участие. И у нас в номинации силы РДШ сейчас силы первых один ученик. Александр Листяков, он стал даже призером всероссийского этапа этих соревнований. Спортивный фестиваль проводится не только с целью заинтересовать детей и увлечь их здоровым образом жизни, но и чтобы дать возможность показать силу и ловкость тем, кто пока еще не занимается спортом. Комплекс ГТО был включен в программу спартакиады допризывной молодежи всего два года назад. И за это время количество желающих проверить свою физическую подготовку значительно возросло. На этот раз соревновались студенты средних и высших учебных заведений. Дисциплин несколько. Прыжки в длину, упражнения на гибкость, отжимания и подтягивания, пресс. Нормативы принимали сотрудники центра тестирования ГТО. Также в этом году у нас происходит, по сути дела, отбор. Команда, которая у нас занимает здесь первое место, она будет представлять уже Выборгский район на спартакиаде, который будет проходить 15 марта. Она практически такая же, как у нас сейчас проходит здесь. И люди, которые здесь и сейчас у нас отбираются по этим же видам, будут участвовать и, соответственно, на областном уровне. В составе команды от каждого учебного заведения по шесть человек. Три девушки и три юноши. Алина Скотникова из Выборгского медколледжа занимается спортом с шестилетнего возраста. Спортивные интересы девушки достаточно разносторонние. Дзюдо, водное поло, танцы, гимнастика, акробатика. Поэтому сдать нормативы ГТО для нее не составило труда. ГТО сдавала в 2021 году. Все на золото. Все результаты есть на сайте официальном. Тут нет ничего сложного. Если ты физподготовленный, тебе это будет запросто. Тут главное заниматься усердно. Пару раз в неделю заниматься и будет лучший результат. Обычно здесь собираются те, кому спорт не безразличен. Осама Хоссайн, студент Выборгского филиала ЛГУ имени Пушкина, тоже обладатель золотого знака ГТО. Учится на преподавателя физкультуры. И считает, что подобные соревнования весьма полезны во всех смыслах. Включены все упражнения базовые, которые очень важны любому спортсмену с любой базой. Когда я вижу дзюдоистов, которые не могут сделать, у меня вопрос, чему их учат. Здесь на ГТО проверяется способность каждого из спортсменов в разных дисциплинах показать результат. И они показывают, чему их тренируют. По итогам состязаний на третьем месте оказались студенты колледжа Александровский, на втором – команда филиала ЛГУ имени Пушкина. Победителями стали ребята из Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса. Галина Давыдова, Андрей Неробов. Медиагруппа «Наш город». А сейчас мы приглашаем вас в учительскую. Так называется новая рубрика в нашей программе. 2023 объявлен в России годом педагога и наставника. И было бы неправильно обойти стороной эту тему. Мы расскажем вам об учителях Выборгского района. Обещаем, что это будет интересно не только педагогам, но и их подопечным. Ведь по большому счету все мы остаемся вечными учениками. Первый выпуск вы увидите прямо сейчас. Учительская Такая была маленькая, неуклюжая девочка, неуверенная в себе. И став учителем, все изменилось. Читала запоем, захлеб и просто сутками напролет. Удивительно, но с каждым годом у нечитающих детей становится все больше. Домой только спать хожу. Чуть-чуть потише, ладно? Мы находимся в Светогорской школе. И сегодня у нас по расписанию чтение, окружающий мир и математика. Нашим первым гостем стала учитель начальных классов Татьяна Олеговна Горская. Здравствуйте. Добрый день. Татьяна Горская, Светогорская школа, учитель начальных классов, стаж 39 лет. Учение Татьяны Олеговны, это было не столько про учебу, домашние задания, контрольные, это было больше про эмоции, какие-то яркие впечатления. Веселая, справедливая. Мне очень нравится, когда она рассказывает разные темы. Татьяна Олеговна, любимый учитель нашей семьи. У меня учился у нее старше братья, чем я, а в следующем году будет учиться моя младшая сестра. Даже если все ученики вели себя очень плохо, то находила метод, чтобы все затихли, замокли. Очень спортивный, веселый и дружный человек. Татьяна Олеговна может поддержать в любой тяжелой минуте и секунде. Татьяна Олеговна, скажите, а почему именно начальная школа? Как так сложилось? Ну, это желание было с детства. Все время мечтала быть учителем. Эта профессия, она позволяет проявить себя в разных апостасях. То есть я могу быть учителем, художником, могу быть певцом, могу быть актрисой, могу быть спортсменом. То есть большая возможность перед тобой открывается. Учитель — это профессия творческая, здесь вот в разных сферах можно реализовать себя. А вот конкретно вы, в каких сферах вам удалось реализовать себя? Вот во всех этих перечисленных, правда. В начальной школе обычно дети уже начинают знакомиться с книгами, учатся читать. И первая книга — это дверь, которая открывает для ребенка дорогу в новый мир. У меня сразу приходит на ум первая книга моя про цыпленка. Я ее выучила наизусть. И потом всех обманывала, что я умею читать. Но, конечно же, меня раскрыли, потому что страницы я не вовремя перелистывала. А у вас какая всплывает сразу в голове книга, ваша первая прочитанная? Вы знаете, первую точно не вспомню прочитанную, потому что бабушка начала мне прививать любовь к книге с раннего детства. Я начала читать очень рано. Но читала за поем, за хлеб и просто сутками напролет с фонариком под одеялом, чтобы меня не ругали, что я не сплю ночью. Поэтому я первую книгу не вспомню. А вот самое яркое впечатление, какая книга произвела, ну это, наверное, «Дети капитана Гранта». Какую бы книгу вы бы советовали прочитать первой? Или, может быть, ну, одной из первых? То есть вот какая-то яркая книга, которая бы подошла всем детям и тем, кто любит приключенческую литературу, и тем, кто фантастику, может быть, какую-то любит. Ну, сто процентов, то это приключение Боросина, именно эту книгу. Современные дети еще очень любят «Гарри Поттера», но она более трудная для прочтения, поэтому для начальной школы, конечно, вот рекомендую начать именно с этой книжки. Кстати, девичья фамилия Татьяны Олеговны тоже начиналась на букву «Г». В классном журнале она была примерно шестая по списку. Учитель вспоминает, как однажды мама разрешила ей не делать уроки. И вот к чему это привело. Весь день настолько мучительно для меня прошел. Я так переживала и тряслась, что меня спросят, что я, когда пришла домой, сказала, «Мама, ты зачем меня научила уроки не учить?» Я весь день только тряслась и думала, только бы меня не спросили. Не спросили? Не спросили, повезло. Так что своим ученикам Татьяна Олеговна не рекомендует приходить в школу с невыполненным домашним заданием, а также советует внимательно слушать ее на уроках. Был случай, например, на уроке окружающего мира, когда мы изучали малочисленные народы Севера. До этого мы изучили, что на Севере живут немцы, чукчи. Я заострила внимание у деток, что, ребята, ненцы, не путайте с немцами. И когда я дала письменный опрос, я получила такой ответ. На Севере живут немцы и водятся чукчи. А теперь я предлагаю поиграть вам в небольшую игру. Совсем недавно мы ездили в детский сад номер 11 в Выборге и пообщались там с детьми, которые тоже совсем скоро пойдут в школу и уже всхоньку готовятся к школе. И мы попросили их специально для вас описать слова, которые связаны со школой. Вы должны их угадать. Приступим. Это человек, который очень много делает неприятных поступков. Например, грабит деньги у человека от кошелька. Всех обижает и всех бьет. Он очень безобразный и всегда людей трогает или обрызгает их в грязи. Разбрашивает игрушки. А у вас есть они в группе? Да. Девочки или мальчики? Нет. Хулиган может быть. Все верно. Хулиган или хулиганки. Вот в группе, у которой мы брали интервью, есть такие девочки в особенности. Девочки-хулиганки. Это где читают дети, узнавая, чем больше ты читаешь, чем больше ты и знаешь. Это где штрих, и надо этот штрих читать. Там написана история. Это где мы читаем разные сказки, рассказы, стихи. Не знаю, библиотека, но они вроде библиотеку-то не посещают. Сейчас в интернете они читают, наверное, еще. Не библиотека, не интернет. Да, другое слово зашифровано. Где читают дети? Не знаю, в книгах еще они читают? Книги читают. Правильно, да. Книга. Он командует школой и говорит, что делать, какому классу. Он смотрит, какая безопасность для детей. Сидит рядом с классом. Всегда? Да. И делает свои дела. Это главный в школе, в жоопарках. Кто у нас главный в школе и в зоопарках? Это директор, но я думала, может быть, там еще охранник. Да, было зашифровано директор школы. Все верно. Сидит возле класса. Сидит возле класса. И занимается моими делами. Всегда. Сегодня вам предстоит пройти еще одно испытание. Оно будет небольшим. Блиц-опрос. И здесь у него два правила. Отвечать быстро и честно. Готовы? Если не учитель, то кто? Мама. Как бы назвали учеников одним словом? Детки. А что волнует учителя после уроков? Записала ли я домашнее задание в электронный дневник? Первая ассоциация со словом «школа»? Творчество, развитие. Последняя прочитанная вами книга? Недавно шел фильм «Мастер и Маргарита», и мне так захотелось опять Булгакова перечитать. Вот недавно перечитывала. Списывали ли вы в школе? Бывало. Какой супергерой больше всего похож на вас? Или с каким сказочным персонажем вы себя ассоциируете? Солушкой, наверное. Работа или дом? Работа. Татьяна Олеговна, мы вас уже достаточно проверили. Спасибо вам большое, что согласились с нами пообщаться. А теперь давайте проверим наших телезрителей. Загадайте им, пожалуйста, какую-нибудь интересную загадку или головоломку. Мы выполняли с детьми очень интересную проектную работу по истории нашего города. И я хочу задать вопрос, связанный с историей нашего города. Какой концепцией руководствовался архитектор нашего города, создавая план «Энса» в Светогорске в будущем? Друзья, варианты ваших ответов мы ждем в комментариях в нашей группе ВКонтакте к первому выпуску рубрики «Учительская». Мы составим настоящий классный журнал, где будем ставить вам оценки. Так что не пропускайте наши выпуски. И чем больше у вас будет пятерок, чем больше шансов стать победителем. А победители у нас получат подарки от нашей телекомпании. Татьяна Олеговна, спасибо вам огромное за общение, что выделили нам время, что позволили нам пообщаться с вашими учениками и рассказали много интересных историй. Спасибо вам большое. Всего доброго. На этом все. Напомню, что следить за самыми интересными новостями вместе с нами вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин